О необходимости внедрения в Казахстане трехзвездной модели правосудия с четким разделением полновочий сказал президент страны КСМ Шамар Такаев, выступая в прошлом году с посланием народу. Модернизировали уголовную сферу по примеру развитых стран для того, чтобы правосудие обеспечило своевременную защиту прав граждан. Это означает, что полиция должна выявлять преступления, собирать доказательства и закреплять улики. Прокурор должен давать независимую оценку собранным доказательствам, не допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс и представлять обвинения в суде. Третье звено – это суд рассматривает жалобы на действия органов и выносит окончательный вердикт по уголовному делу. Такое разграничение создает правозащитный барьер, ограждая от необоснованных незаконных решений. Каждая из стадий трехзвездной системы служит фильтром, через который должно пройти дело, перед тем, как оно попадет в суд. Для более четкого разграничения в закон были внесены поправки. И с начала этого года структуры, отвечающие за правосудие в стране, начали работу по трехзвездной модели. Допустим, возьмем постановление о признании лица в качестве подозреваемого. Полиция выносит такое постановление и с материалами уголовного дела направляет прокурору. Прокурор по результатам изучения уголовного дела согласовывает такое постановление. В случае, если по уголовному делу отсутствует полнота расследования, прокурор отказывает согласование и направляет уголовное дело на дополнительное расследование. Аналогично происходит согласование других процессуальных решений, например, о квалификации деяния подозреваемого, прерывании сроком досудебного расследования и его прекращении. Раньше, допустим, множество было ситуаций, когда в суде переквалификация была правонарушения с одного на другое. И сейчас это исключено благодаря действующей трехзвездной системе. В настоящее время, не то чтобы уменьшилось, а в настоящее время не имеется оправдательных приговоров и также не имеется возвратов уголовных дел. Самими же прокурорами Кустанаят за 10 месяцев этого года принято более 7 тысяч процедуальных решений по уголовным делам. Более полутора тысячи из них не прошли прокурорский фильтр. По ним было отказано в согласовании и утверждении ввиду имеющихся недостатков. Соответственно, по согласованным с ключевым процессуальным решением нарушений конституционных прав граждан, по данным сотрудников прокуратуры, допущено не было. Хамзан Рпиисов, Виталий Луговской, РТН.